Протестное настроение царили сегодня в Раде. Согласительный совет фактически был сорван, но позже все-таки состоялся. Обо всем подробнее в следующем материале. Из-за вчерашнего выходного сегодня депутаты пытаются наверстать упущенное. Согласительный совет проводит встык к пленарному заседанию. Несмотря на акции под стенами парламента, в кулуарах с утра полны оптимизма. Двигаться будут строго по повестке дня и первым делом рассмотрят медицинскую реформу. Багато поправок, 886, и мы будем, очевидно, его рассмотреть и сегодня, и завтра. Поэтому на результативное голосование, сподіваюсь, мы выйдем на четверг. Там есть четкое доручение Кабинету министров в четкие строки разработать и запропоновать парламенту на затвердение тарифную сетку, то есть четкий тариф, рассмотрение каждой медической услуги. Что касается медической реформы, то в порушении статьи 49 Конституции Украины – это практически законодательное закрепление платной медицины. Мы не можем погодиться без соответствующих джерел финансирования людей, которые потребуют медической помощи. И далее, в целом, создается отдельная агенция по распределению денег, которая будет финансировать все лекарства из Киева. Это порушение правил децентрализации, это промышленность до коррупции, мы с ним погодиться не можем. Мы надали свой вариант страховой медицины в классическом виде, как это работает в всем мире. Но полициды, которые поддерживают акции под радой, намекают, перекраивать медицину придется позже. С точки зрения на сегодняшнюю акцию, на то, что люди фактически требуют уже третий год выборы на пропорционной основе с открытыми списками, это обмежение депутатской недодорганности и это закон про антикоррупционный суд. Я считаю, что парламент должен начать свою работу сейчас, приглядывая эти законопроекты. Спикер тут же поясняет, что ультиматумы пока не ко времени. Мы имеем зарегистрированный законопроект за инициативой 150 депутатов. И сегодня внесенный и зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект под авторством президента про скасывание депутатской недодорганности. Никаких законопроектов на сегодняшний день не имеет решения комитета. Как только комитеты будут рассматривать эти законопроекты, мы их сможем в зале рассматривать. Что до створения антикоррупционных судов, за рекомендациями Венецийской комиссии, которая дала свои висновки стосовно двоих депутатских законопроектов, что до створения антикоррупционного суду сказано, что это прерогатива президента Украины. И он уже в законе про суд и судоустрой и бюджет 2018 года передбачил створение антикоррупционного суду. Президент закликает парламент, спикера парламента, створить рабочую группу для того, чтобы и направить законопроект, который подать президенту на узгоджение. Но депутаты, которые поддерживают митингующих, от своего не отступили и захотели все и сразу, и заголосили хором. Спикер еще предпринял несколько попыток утихомирить депутатов, но бесполезно. Президент заклики антикоррупционного суду, который посадит конкретно людей пана Ляшка. И в итоге, спустя несколько минут, согласительный совет все же закрыли. Они хотят дальше ховаться за стенами парламенту, хай выходят до людей, и это объясняет, почему парламент это не будет разводить. Мы пропонували это в мирный способ, а мы пропонували это в цивилизованный способ. Они штовхают людей на насильство. В перерыве между согласительным советом и пленарным заседанием полицилы еще координировали свои действия и решали, в какой последовательности, что требовать и в чем уступать. И о том, что по каким-то документам нет решения комитета, а некоторые еще на стадии разработки, никто и слышать не хотел. Закон про выборы готовый. Волосовать в первом читании можно было его закритими очами. Так можно допрацьовывать. С тем же настроением нардепы зашли и в зал с трибуны все те же призывы и выступления целыми фракциями. Мейспикер озвучил компромиссный вариант работы и предложил начать все уже с медицинской реформы. Но его, похоже, так и не услышали. Три фракции попросили о перерыве и ушли решать, как работать дальше. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.